Сегодня мы познакомимся с одной очень важной структурой данных языка Python, это список. Списки широко используются для того, чтобы хранить наборы значений и манипулировать этими наборами. Элементами списка могут быть произвольные значения, могут быть строки, числа или произвольные объекты, в том числе даже другие списки. При этом в рамках одного списка вы можете комбинировать объекты разных типов. Рассмотрим в качестве примера список студентов. Для того, чтобы указать значение списка, мы можем каждое значение через запятую перечислить в квадратных скобках, что будет указывать на то, что это у нас элементы списка. Далее мы можем использовать этот список для того, чтобы выполнить какие-то действия с каждым объектом, с каждым элементом списка. Например, такой цикл for student in students позволяет нам поприветствовать каждого студента. Значение переменной student пробегает все значения элемента students по порядку, в том порядке, как они были записаны в списке. И для каждого значения выполняется действие внутри цикла. Таким образом, результатом работы этого цикла у нас будут выведены три строчки. HelloOne, HelloMasha, HelloSasha. К каждому отдельному элементу списка можно получить доступ. Доступ происходит с помощью индексов. Как и в случае со строками, элементы списка нумеруются с нуля. То есть в случае списка из трех элементов у нас индексы будут 0, 1, 2. Для того, чтобы получить длину произвольного списка, можно использовать функцию len. Тогда в общем случае получаем, что у нас индексы в списке это значения 0, 1, 2 и так далее до len от students минус 1. Последний элемент будет на 1 меньше, индекс последнего элемента будет на 1 меньше, чем длина всего списка. Также, как и в случае со строками, мы можем использовать отрицательную индексацию. Таким образом, students от минус 1 будет указывать на последний элемент списка, то есть значение Саша. Более того, как и в случае со строками, мы можем использовать слайсы для обращения к сразу нескольким элементам списка. Таким образом, students, где мы в квадратных скобках указываем двоеточие 2, будет обозначать, что мы берем все элементы списка students с нулевого по второй, не включительно. То есть это будут элементы с индексами 0 и 1. То есть Иван и Маша. Также, как и в случае со строками, мы можем брать отрицательные индексы в этих слайсах. Это, для примера, берем мы двоеточие, двоеточие, минус 1. Это все элементы списка в противоположном порядке. То есть в данном случае это будет Саша, Маша, Иван. К списку можно применять некие операции. Основных операций тут две. Это сложение. То есть, когда у нас есть два списка, мы можем сложить эти два списка. И в результате получим один список, где к элементам второго, первого списка в конец переписаны элементы второго списка. Изначальные списки при этом никак не меняются. У нас появляется новый список с результатом. Можно использовать, как и в случае со строками, опять же, операцию умножения на целое число. То есть, когда у нас есть список, скажем, из двух элементов 0,1, мы умножаем его на 4. В результате получаем список в 4 раза больше, где изначальный список повторен 4 раза. 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0.